МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненецкого автономного округа на федеральном уровне депутатского корпуса собрания депутатов Ненецкого автономного округа, местных советов. Депутаты заслушали отчет главы региона о деятельности администрации Ненецкого автономного округа за 2020 год и задали интересующие вопросы. В собрании депутатов прошла очередная сессия регионального парламента. 14-я Генеральная ассамблея Северного форума прошла в Нарьинмаре. В ходе заседания Комитета региональных координаторов Северного форума была представлена презентация новой рабочей группы по парламентскому сотрудничеству. На 35-й сессии собрания депутатов приняты результаты независимой оценки качества предоставляемых услуг окружным учреждениям за 2020 год в сфере культуры, образования, охраны здоровья и социального обслуживания населения. На очередной сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа глава региона Юрий Бездудный отчитался о деятельности администрации в 2020 году. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры наложили свой отпечаток на все сферы деятельности в Ненецком округе в 2020 году. Снизить уровень заболеваемости в регионе – одна из главных задач прошлого года, и с ней округ справился. Более того, укрепил свои позиции в сфере здравоохранения. В 2020 году для работы в медицинских организациях региона было привлечено 19 врачей и более 30 специалистов среднего медперсонала. За счет средств федерального бюджета было закуплено 14 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму более 55 миллионов. Это две ультразвуковые системы для диагностики сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, офтальмологическое оборудование, планшеты для отделения скорой помощи, оборудование для развития системы палеотивной медицинской помощи, а также четыре аппарата искусственной вентиляции легких и аппарат для насыщения крови кислородом. Такой техники в последнее время мы просто не покупали, и именно ковид подтолкнул нас к тому, чтобы оснастить койки кислородом, покупать аппараты ИВЛ, ИКМО, и это, собственно, было требование времени. Также в 2020 году в 12 населенных пунктах округа в рамках национального проекта здравоохранения были установлены новые здания фельдшерских здравпунктов. В этом году их планируется лицензировать и дооснастить оборудованием. Летом здравпункты откроют двери для пациентов, и жители сел смогут лечиться в комфортных условиях. Уже после отчета депутаты обратились к главе региона со своими вопросами, в том числе по развитию здравоохранения. Какие еще меры по улучшению материально-технической базы и медицинских учреждений Ненецко-автомного округа предпринимаются? Понятно, что пристройка к окружной больнице, за которой мы сейчас так активно бьемся, она влечет за собой более серьезное оборудование. Мы бы, конечно, хотели поставить МРТ, потому что МРТ – это ранняя диагностика онкологии. И у нас эта тема, она настолько сегодня злободневная, что было бы МРТ, может быть, мы смогли бы здесь диагностировать то, что потом мы ловим уже совершенно на других стадиях. Поэтому работа эта проводится, проводится, оборудование закупается, и мы четко определяем приоритеты, что нам сегодня надо. Вопросы и предложения в адрес главы региона поступили практически от всех депутатов регионального парламента. В частности, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов отметил, что основной проблемой региона остается ветхое аварийное жилье. В этой связи он поинтересовался возобновлением такого механизма, как выкуп жилья. Юрий Бездудный пояснил, что профильным департаментам уже давно поручено проработать этот вопрос. Депутат Татьяна Федорова попросила обратить внимание на обеспечение благоустроенным жильем всех тружеников тыла до конца года. Михаил Райан говорил о тяжелом финансовом положении молочных ферм и попросил рассмотреть возможность привлечь к решению их проблем Ненецкий рыбак-колхоз «Союз». Тему развития коммунальной инфраструктуры на селе затронул Александр Чурсанов. Совсем недавно я побывал с рабочей командировкой в селах запада нашего округа. И у жителей очень много возникает вопросов по доступности коммунальной инфраструктуры. Коммунальных услуг в части подключения к центральным сетям отопления, а также доступности воды. Вот здесь с чем хотелось бы вас спросить, какие планируются мероприятия в ближайшее время по развитию данной инфраструктуры, ну и в том числе транспортной? Проблема действительно очень острая. Если сейчас переложить эти проекты на цифры, то это окажется не сотни миллионов, а скорее всего миллиарды. Миллиарды. И вот мы же с вами будем решать эти проблемы. Понятно, что найти сейчас миллиарды, взять и выложить на эту инфраструктуру крайне сложно. Значит, надо откуда-то и взять эти миллиарды. Именно поэтому департамент АПК сегодня отрабатывает с Министерством сельского хозяйства программу комплексного развития сельских территорий. В настоящий момент на участие в конкурсе направлено шесть заявок от наших сельских территорий, по которым уже есть проекты. Есть проекты и есть понятные суммы. В ходе прямого диалога с главой региона вице-спикер Максим Арбузов поинтересовался развитием телемедицины в округе. Наталья Лысакова подняла проблему высокой стоимости авиабилетов и небольшим количеством субсидируемых билетов. Коллегу поддержала Ольга Карпова. Она предложила увеличить сумму аванса на льготный проезд. Наталья Кордакова предложила обратить внимание на развитие внутреннего туризма, в частности рассмотреть туристические возможности Пымвашора. Кроме того, прозвучали вопросы о разработке стратегии электрификации сельских населенных пунктов, поддержке коренных малочисленных народов Севера и развитии их культуры и языка, строительства зданий инфекционного отделения. В своем отчете глава региона не только затронул практически все направления деятельности администрации в различных сферах жизнедеятельности округа, в образовании, сельском хозяйстве, энергетике, развитии инфраструктуры, но поставил задачи на предстоящий период. Отчет предполагает будущее. И самое главное, есть те вопросы, которые требуют финансового обеспечения и те вопросы, которые требуют организации самой работы. Вот понимаете, я хотел бы на этом обратить особое внимание, потому что в силу ограничения финансовых средств у нас есть гораздо больше желаний, и они сопрягаются с финансовыми возможностями, о чем Юрий Васильевич неоднократно входит в свой доклад и при ответах он об этом, на это обращал внимание. Я сам вычленил порядка девяти основных направлений, и вы понимаете, что их, конечно, гораздо же больше, но тем не менее, центральные вопросы, которые касаются жизнедеятельности нашего региона, те вопросы, которые касаются интересов жителей, они были отражены в отчете. Это очень хорошо для того, чтобы мы могли планировать и работать в дальнейшем. Ну и отдельный вопрос, он сейчас для нас является первоочередным, я так считаю, что умение работать с федерацией, с федеральными органами в рамках Совета законодателей, в рамках комиссии в Совете Федерации. Это очень важное направление. Хотелось бы, чтобы все департаменты максимально активно подключились к этой работе. Депутаты собрания депутатов Ненинского автономного округа внесли поправки в окружной бюджет на 2021 год. Соответствующее решение было принято на 35-й сессии регионального парламента. Новые цифры на сессии представил депутатам заместитель руководителя департамента финансов Сергей Михайлов. Доходы на 2021 год увеличиваются на 2,4 млрд рублей и составят 22,3 млрд рублей. Расходы увеличатся на 2,7 млрд рублей и составят почти 25 млрд рублей. Дефицит при этом сохранится на уровне 2,5 млрд рублей. Доходы увеличиваются за счет безвозмездных поступлений. Большая часть из них, 2,350 млрд рублей, это средства из федерального бюджета. В администрации собраний депутатов проделана большая работа. Было проведено 2 комиссии по экономической политике и бюджету. Затем на комитете мы рассматривали опрос. И как прозвучало в докладе сегодня Сергея Владимировича, что это срочные и архиважные направления. Если основные моменты, это касаемо департамента образования. И там мы добавляем ассигнования на то, чтобы дети в летний период, это 118 человек будут работать у нас в летний период. Затем мы добавляем средства на путевки, на пришкольные лагеря. И это очень важно, в том числе и в сельских населенных пунктах. Затем добавляем средства на капитальный ремонт. А это будут капитальные ремонты архиважные, конечно. Например, взять столовую в Уськаре. Давно уже ждут это. Дети питаются в этой столовой. Столовая очень холодная. Необходимо, конечно, срочный ремонт делать. Также детского сада «Аннушки» и коррекционной школы. Затем добавляем ассигнования по департаменту для того, чтобы обеспечить проезд в летний период сотрудникам. Следует также отметить, что в прошлом году к нам обращались работники здравоохранения по оплате больничным, те, которые работают через ОМС по доплате. И в июне у них было обращение. В июле у нас был принят законопроект о том, что вы осуществляли такую доплату. До ноября месяца доплата производилась, но потом возникли опять определенные проблемы. Поэтому вновь поступило обращение сотрудников. Не только сейчас от профсоюза, но и от всех сотрудников. И был рассмотрен детально этот вопрос. Я еще раз повторяю, мы проводили две комиссии только даже по этому вопросу. И принято решение о том, что будут осуществляться доплаты. Значит, это пока сумма предусматрена на 8 месяцев, то есть 2 месяца прошлого года и полгода этого. Дальше мы будем проводить уже работу в данном направлении. Но еще раз повторяю, что все получат доплаты, те работники здравоохранения по больничным, которые работают по ОМС. И думаю, что и надеюсь, что мы в дальнейшем такого допускать не будем. И обязательно при внесении изменений в бюджет, это будет уже в июне, будем держать на контроле. И если необходимо будет, естественно, будем добавлять средства. По расходной части увеличивается также финансирование строительства дороги на Ренмар-Усинск и субсидирование в сфере транспорта и ЖКХ. На 35-й сессии собрания депутатов приняты результаты независимой оценки качества предоставляемых услуг окружным учреждениям за 2020 год. Ранее на заседании комитета, соответствующий обязательный публичный отчет губернаторов в сфере культуры, образования, охраны здоровья и социального обслуживания представили заместитель губернатора региона Наталья Сидорова и исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина. Независимую оценку провел Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований из города Омска. В прошлом году проверку прошли 10 окружных учреждений культуры, 21 в сфере образования, 6 в сфере здравоохранения. В анкетировании и социологических опросах приняли участие более 4600 жителей региона. Также услуги окружных учреждений оценивали общественные советы, при профильных ведомствах, в составы которых входят представители региональных общественных организаций и объединений. В целом, как показали данные опросы, многие жители округа удовлетворены качеством оказания услуг и высоко оценили работу персонала организации в сфере культуры, образования и охраны здоровья округа. С итогами проведенной оценки можно ознакомиться на сайтах профильных департаментов в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг». По итогам рассмотрения отчета окружные депутаты приняли его к сведению и выступили с рядом рекомендаций по улучшению работы окружных организаций в адрес губернатора профильных ведомств, а также постоянной комиссии окружного парламента по социальной политике. В постоянной комиссии собрания депутатов округа по социальной политике предложено рассмотреть вопрос об оказании стоматологической помощи населению в Ненецком автономном округе. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа предложено проработать вопрос о возобновлении работы стоматологического кабинета терапевтического участка номер 5, расположенного на территории микрорайона лесозавод. Также депутаты рекомендовали рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий, направленных на ремонт и укрепление материально-технической базы организаций. Кроме того, необходимо продолжить работу по повышению доступности объектов социальной сферы для людей с ограниченными возможностями здоровья других маломобильных групп населения и повышению качества оказания услуг организациям, уделив особое внимание организациям, получившим невысокую оценку. Также рекомендовано повысить информативность официальных сайтов организаций. Депутаты расширили направление использования единовременного пособия семьям, усыновившим детей. Соответствующие поправки в действующее законодательство разработаны на основе обращения родителей-усыновителей в собрании депутатов Ненинского автономного округа. Соответствующий проект о внесении изменений представила на сессии председатель постоянной комиссии регионального парламента по социальной политике Анна Булатова. Согласно окружному законодательству гражданам при усыновлении ребенка из Ненинского автономного округа выплачивается единовременное денежное пособие. Размер данного пособия с учетом индексации составляет 539 тысяч рублей. Пособие выплачивается поэтапно, при этом средства в сумме 377 тысяч рублей на втором и третьем этапе имеют целевой характер. Выплату можно направить на улучшение жилищных условий усыновленного ребенка, получение образования и оздоровления ребенка, получение платных медицинских услуг, приобретение товаров, длительное пользование и ремонт жилого помещения. Депутаты предложили расширить перечень направлений. В частности, пособие можно будет направить на приобретение транспортного средства. Также депутаты сочли целесообразным исключить этапность. Таким образом, усыновители смогут получить первую часть выплаты в размере 161 тысячи рублей с учетом индексации в течение первого года после усыновления и потратить их по своему усмотрению. Остальные 377 тысяч рублей направить на определенные цели в любое время после усыновления. При одном воздержавшемся депутаты приняли изменения в региональный закон, направленный на поддержку семей, установивших детей. 14-я генеральная ассамблея Северного форума прошла в Нарьенмаре. В ходе заседания комитета региональных координаторов Северного форума была представлена презентация новой рабочей группы по парламентскому сотрудничеству. Кроме того, участники обсудили роль экспертного сообщества в устойчивом развитии Арктики, молодежные проекты Северного форума и другие вопросы. В ходе мероприятия обсудили и приняли решение по стратегическим вопросам развития Северного форума, мероприятием к 30-летию создания организации. Ненецкий округ является председателем международной организации с 2018 года. Практически ассамблея в Нарьенмаре – это начало новой этапа в жизни нашей организации, потому что мы вносим серьезные изменения в уставные нормы организации, очень много новых инициатив, которые мы должны учесть. Очень сильно будет расширена проектная деятельность, мы должны создать финансовый инструмент нашей организации и в обличении молодежи обеспечиваем. Создали в прошлом году молодежный Северный форум, но на это ассамблея мы должны его узаконить. Основная тема 14-го форума – участие организации в реализации программы представительства Российской Федерации. Обсуждалась роль экспертного сообщества в устойчивом развитии Арктики, деятельность Торгово-промышленной палаты России по развитию международного делового сотрудничества в Арктике, молодежные проекты Северного форума и утверждение и подписание резолюции. И, конечно же, основная наша задача – стать реальным региональным партнером Арктического Совета. В этом плане мы очень признательны Министерству иностранных дел России, Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации за очень сильную поддержку и за доверие к нашей организации. Нам доверили несколько крупных форумов Арктического Совета. От собрания депутатов Ненецкого автономного округа в состав рабочей группы предложена кандидатура спикера регионального парламента Александра Лутовинова. Вице-спикер окружного собрания депутат Матвей Чупров отметил, что проведение таких международных форумов очень важно для Ненецкого автономного округа, так как на них решается много вопросов, касающихся жителей северных территорий. Северный форум, как организация, которая объединяет разные регионы Арктики, конечно, способна эти задачи решать и ставить их на самом высоком уровне. Для того, чтобы была координация, были совместные направления по решению проблем, которые стоят перед жителями арктических регионов. Членами Северного форума являются 14 регионов из пяти стран мира. Совет губернаторов – высший орган Северного форума, определяющий политику организации. В Совет губернаторов входят первые руководители регионов, членов Северного форума. На сессии городского совета глава Наринмара представил ежегодный отчет о деятельности городской администрации и муниципальных предприятий за минувший год. В своем докладе Олег Белак отметил, что 2020 год стал непредсказуемым. Проверил всех на прочность, заставил искать необычные решения. Тем не менее, как отметил в своем докладе Олег Белак, мэрия выполнила все задачи, поставленные на 2020 год. Было предложено техническое обновление предприятий, благоустройство территорий, переселение из ветхого и аварийного жилья, ремонт муниципальных квартир. Глава города подробно рассказал депутатам о финансово-экономических и производственных показателях работы пяти муниципальных предприятий, в которых трудится более 730 человек. Олег Белак отметил, что все предприятия вышли на платы стабильности и поступательного развития. «Отдельно бы хотелось остановиться на комфортной городской среде. Мы с вами прекрасно понимаем, насколько это важное и благодарное направление, которое мы начали реализовать в 2018 году. И, безусловно, в этом году, в преддверии и парламентских выборов, и тому вниманию, которое уделяется, и какой отклик имеет у населения, мы хотим сказать, что как раз именно специалистами МКУ, их инженерным надзором, качественным проведением торгов, за короткое северное лето в Наринмаре были выполнены все работы по благоустройству. В Наринмаре появились три новые спортивные площадки в районе улиц Комсомольска, Менщиково и Мурманска. Обновлена детская площадка Паулина 33Б. Пустырьная улица Пуретка стала удобной парковкой. На въезде в город установлены малые архитектурные формы с архитической тематикой». Напомним, в эти дни идет онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. До 30 мая на платформе 83.gorsreda.ru каждый житель округа в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одну из трех территорий, расположенных в Наринмаре. Все территории, участвующие в голосовании, предложены горожанами. Это спортивная игровая площадка в районе дома номер 34 по улице Первомайской, прогулочная тропа в Сахалинском лесу и спортивная игровая площадка в микрорайоне «Старый аэропорт». Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. По вопросам онлайн-голосования можно позвонить на горячую линию по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Горящая линия работает в будние дни с 8.30 до 17.30 часов. Председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации, которое проходило в Санкт-Петербурге. Парламентарии обсудили задачи по реализации послания президента Российской Федерации к Федеральному собранию, а также вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией. В повестке заседания значилось обсуждение задач по реализации послания президента Российской Федерации к Федеральному собранию, а также вопросов, связанных с актуальной на сегодняшний день темой, предстоящими выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Выборы надо проводить честно и прозрачно. Это первое. Второе. Как я уже сказал, что все люди, которые выдвигаются, они достойные люди, они достойные и уважения, это грамотные, состоявшиеся люди, которые имеют здоровые амбиции, но в то же время он уберег от пустословия и неоправданных обещаний, которые порождают потом в дальнейшем неоправданные ожидания. Президент Владимир Путин сделал акцент на то, что выборы должны быть максимально честными и прозрачными, а предвыборная борьба уважительны друг к другу. У нас выборы на территории проводятся действительно прозрачно и честно. И когда мне говорят о том, что возможно подтасовать выборы, осуществить какие-то взбросы, я говорю, придите в изобретательную комиссию, попробуйте куда-то прийти и предложите им это, и вы получите, наверное, тот ответ, который ожидаете. Потому что никто на это никогда не пойдет. Кроме того, в повестке заседания значились вопросы, связанные с пандемией, коронавирусной инфекцией и работой с зарубежными партнерами. Представитель Государственной Думы Вячеслав Володин тоже, говоря о текущей ситуации, упомянул и то обстоятельство, что действительно и ковидная ситуация, и все, что с ней связано, нам наши, так сказать, партнеры, особенно западноевропейские страны, которые советуют, как нам выстраивать здесь работу, как нам жить, как нам определять периодическое будущее. Он весьма критично отозвался об этих посолах, об этих советах. Напомню, Совет Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании является совещательным и консультативным органом при Палатах Федерального Собрания Российской Федерации. Депутаты окружного собрания рекомендовали администрации Ненецкого автономного округа продолжить межведомственную работу по комплексной помощи детям с задержкой речевого развития. Этот вопрос в очередной раз обсудили на заседании комиссии по социальной политике под председательством депутата Анны Булатовой. В марте депутаты ознакомились с работой Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ДАР и региональной общественной организации «Особое детство» в НАО, в том числе в части оказания помощи детям с задержкой развития. Как отметила председатель комиссии Анна Булатова, в своих обращениях к депутатам родители указывают на недостаточный объем предоставляемых услуг детям с речевыми проблемами в округе. Для обследования и лечения родителям приходится вывозить детей в организации, расположенные за пределами Ненецкого автономного округа, что требует значительных финансовых средств. В ходе обсуждения на заседании комиссии по социальной политике депутаты собрания Ненецкого автономного округа рекомендовали администрации региона продолжить работу по привлечению специалистов в округ для работы с детьми, имеющими проблемы с развитием речи, особенно в сельские населенные пункты. Также органам исполнительной власти предложено усилить межведомственную работу по созданию условий для комплексной помощи детям с задержкой речевого развития. И на сегодня это все. Встретимся через неделю, 19 мая, в эфире программы «Законодатели». Субтитры создавал DimaTorzok